В этом году природный календарь сдвинулся на целый месяц. Вначале долго не приходила зима с ее снегопадами и метелями. Теперь вот на дворе апрель, а весна только начинает вступать в свои права. Температурный режим на улице стремительно скакнул в сторону плюса. Высоченные сугробы начали таять и дружно стекать в низины и водоемы, которые проходят по территории Уварова. Погодные сюрпризы не новые для коммунальных служб, поэтому задолго до установления теплой погоды в администрации города комиссии по чрезвычайным ситуациям был разработан план проведения противопаводковых мероприятий. Городские территории зоны риска разделены между двумя организациями МБУ «Городское хозяйство» и ООО «Благоустройство». Они-то осуществляют круглосуточный мониторинг ситуации, а также расчищают водопропускные трубы, каналы и лотки от загрязнения. Все эти меры позволяют держать ситуацию под жестким контролем. Так, к примеру, на улице Мира, куда приехала наша съемочная группа, специалисты горхоза привлекли на помощь сотрудников и технику МЧС. Мусором, пакетами, прошлогодней травой и льдом забилась двойная труба, которая позволяет воде из низины на одной части улицы стекать в балку на другой части. Первый заместитель главы администрации города, как куратор служб ЖКХ, в эти дни поменял рабочий кабинет на проблемные участки городских улиц. В постоянном режиме анализирует ситуацию. Представитель городского руководства отмечает слаженную работу служб благоустройства, которым приходится работать в непростых условиях. Также Михаил Дубровин благодарен жителям города за понимание ситуации, сложившейся на сегодняшний день. Коммунальные службы заняты противопаводками мероприятиями и зачастую не всегда контролируют участки городских территорий, на которых нужна текущая уборка снега. Но тут сами жители приходят на помощь. Так, накануне по прямой телефонной линии была обозначена проблема по улице Котовского. Служба городского хозяйства отреагировала немедленно. Сегодня они работают по улице Котовского. Там основная труба прочищена, которая идет к маслозаводу. Но жители обратились по дому номер 6. Сейчас они там вторую трубу очищают. Слаженная работа городских служб, понимание ситуации и участие жителей в мониторинге состояния улиц города, по мнению Михаила Дубровина, залог успеха в проведении противопаводковой работы. Места, где проходит подтопление, мы все знаем, могут произойти. Поэтому мониторинг производится круглосуточно. Однако есть условия, которые не зависят от работы служб на территории города. Это и температурный режим, который в миг может резко пойти в сторону плюсовой температуры. Это и ответственное поведение наших соседей из Пензенской области и Инжавинского и Кирсановского районов, которые разумно подойдут к работе по понижению уровня своих водоемов и не обеспечат резкий сброс воды в реку Ворона и ручей Подгорный. Как бы то ни было, отмечает первый заместитель главы администрации города, на капризы природы экстренно реагируют городские службы. Жители улиц зоны риска предупреждены и готовы к любому развитию ситуации с паводком. Галина Зайцева, Виктор Викторов, НашГород.